Ну а мы с вами поговорим еще немножко по военно-политической обстановке. И кстати вот вдогонку вот этим зверским видеокадрам, которые выложены сейчас в сеть и очень сильно смакуются. Видите как они в России там в пабликах и в мессенджерах там народ просто от радости аж подпрыгивает. Что они совершили такой акт зверства над нашим военнослужащим. И таким образом они пытаются внести сумятицу и панику в наши ряды. Ну и заодно показывают, что будет ответка, намекают на то, что будет ответка и запугивают свое население. Чтобы особенно военных, мобилизованных, чтобы они не вздумали сдаваться в плен украинцам. Хотя мы наоборот в отличие от россиян мы соблюдаем Женевские конвенции. И у нас еще раз говорю, что обратите внимание обмен. Когда происходит обмен, в каком состоянии мы отдаем российских военнопленных. И в каком состоянии мы принимаем наших военнопленных, которых передают нам из России. Так вот, естественно служба безопасности Украины не оставила этот эпизод без внимания. Возбуждено уголовное дело и началось досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о преднамеренном убийстве. Это будет классифицироваться как военное преступление и пойдет в общую копилку. Но служба безопасности пообещала найти, приложить все силы для того, чтобы найти исполнителей этого. Нашли же, нашли же того, кто кастрировал нашего военнослужащего и убивал. Нашли бурятов, которые рубили руки саперными лопатами. Ну, земля же она имеет форму чемодана. Поэтому никуда же не деться, не улетите же на другую планету. Все равно найдут. Ну и СНН дублирует эти кадры убийства и напоминает, что это уже не первый случай, когда публикуются кадры убийства наших военнослужащих, попавших в плен Российской Федерации. Российским войскам. Ну, тут же не отходя от кассы, продолжим по поводу России. В России сегодня Государственная Дума на момент написания записи этого видеообзора проголосовала Государственная Дума, по-моему, в третьем чтении окончательно фактически цифровой концлагерь. Они ввели полный цифровой контроль над военнообязанными. Это, в принципе, я так думаю, первый шаг к цифровой диктатуре. И на сегодняшний день они приравняли электронную повестку к бумажной повестке. И эта повестка может рассылаться, есть у них такой сайт Госуслуг. Это что-то наподобие нашей идеи, где они зарегистрированы. Причем повестка формируется на сайте электронная и висит 7 дней. Через 7 дней после ее внесения на сайт Госуслуг, неважно, заходил человек на этот сайт, не заходил на этот сайт, это уже никого не волнует. Сформировали повестку и проблемы индейцев шерифа не волнует. Гражданин России обязан в течение 7 дней явиться в военкомат. Причем написано в законопроекте, в законе уже, да. Написано, что если гражданин Российской Федерации находится за границей, или он работает за границей. Но если находится за границей, он обязан приехать и быстренько пойти в военкомат. А если он работает, то он должен взять годичный отпуск, типа Академа отпуска на работе, приехать в Россию и прийти в военкомат и отбыть военную обязанность. Вот такой вот жесткий, если он не пришел, через 7 дней что происходит? Ну, все же в едином реестре военно обязанных. Далее, через 7 дней у него вводится запрет на выезд из Российской Федерации. Видите, как интересно написано. Некоторые говорили, что там 7 дней можно убежать. Когда был проект закона, российские оппозиционные аналитики говорили, что есть 7 дней, чтобы убежать из России. Нет, закон предусматривает, что обязан гражданин вернуться в Россию и явиться в военкомат. Поэтому они через 7 дней просто запрещают выезд. Далее, аннулируются или замораживаются водительские права. То есть, человек не может садиться за руль транспортного средства. Это говорит о том, что ГИБДД российская будет отлавливать эти машины. Если на кого-то срегистрирована машина, значит, и она появится на дорогах, камера ее поймает и, соответственно, будут останавливать машину и изымать из эксплуатации. Потому что, если она не передана по доверенности. Потому что собственник машины, его водительские права временно аннулированы. Далее, самое интересное, это то, что глава Центробанка России сказала, что Центробанк России готов вместе с другими ограничениями замораживать счета этого человека. То есть, понимаете, да, если получил электронную повестку, в течение 7 дней не явился в военкомат, у тебя банковских счетов. Замораживаются твои банковские счета. Так что, фактически, ну, если есть наличка где-то в заначке, ты еще можешь прожить. А если нет, то и жить-то не на что будет. Все на карточках, все будет заблокировано. Взять ипотеку будет нельзя. Выплачивать ипотеку тоже будет нельзя. А банк начнет коллекторское дело возбудить по неуплате ипотеки. То есть, ну, полный цифровой концлагерь фактически вводится, ну, пока что для военнообязанных. Это делается для того, чтобы фактически этим законом, скажу так, ну, кто-то там, я даже слышал из военных экспертов, сказали, что вернули крепостное право в Российской Федерации. Для военнообязанных вернули крепостное право. В 1860 году при царе отменили, или в 1861, по-моему. Здравствуйте, бабушка, вот тебе бабушка Юрий Евдень, да. На Юрий Евдень было отменено крепостное право в России, в Российской империи. Точнее, а сейчас Путин его вернул, вот это крепостное право, ну, правда, на первом этапе для военнообязанных. Но я вам скажу, что здесь я вижу более глубокую тенденцию. Фактически этим законом Российская Федерация объявила всеобщую мобилизацию. Всеобщую. Они теперь могут призывать всех, кто включен в реестр. По некоторым оценкам это может быть от 15 до 17 миллионов. Так что Путину нужно пушечное мясо. И он будет просто стройными рядами. Мне что-то так кажется, что они дойдут. Россия, Путин может дойти до того, что будет как под Сталинградом. Когда давали одну винтовку на двоих. Одному винтовку, другому патроны. А на вопрос, почему не каждому, все равно кого-то убьют. Поэтому другому достанется и винтовка, и патроны. Вот по такому принципу он будет... Сегодня уже формирует не мотострелковые полки, а стрелковые полки формирует. И опять же, прикрываясь историей, присваивает им нумерацию частей и полков, которые были в годы Второй мировой войны в Российской Федерации. И вот эти стрелковые полки уже занимают оборону в окопах на оккупированных территориях Украины. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Но фактически в России объявлена всеобщая, на мой взгляд, в России объявлена всеобщая мобилизация. И теперь она будет проходить довольно большими темпами и большими объемами. Далее. Белый дом. Из Белого дома приходит сообщение о том, что Белый дом не знает, кто стоит за сливом секретных документов. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби в ходе брифинга. И он просит, что пока что не нагнетайте обстановку, дайте Министерству юстиции США провести расследование. Они начали следственные действия по поводу утечки этой информации. Сколько будет еще слита информации, какая информация будет слита, этого на сегодняшний день сказать не может никто. Но последний слив информации показывает очень интересные вещи. Например, про Египет. Мы сегодня еще об этом поговорим, что там хотел затеять Египет, но в результате слива информации пока что это не реализовал. И, наверное, уже не будет реализовываться. Далее. А вот в Пентагоне Ллойд Остин США заявил, что США перевернут каждый камень, чтобы найти источник утечки документов. Об этом заявил глава Пентагона. В Вашингтоне очень серьезно относятся к сливу секретных документов и обещают расследовать это до тех пор, пока не будет найден источник утечки. Сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Так что хочется верить. Если это, ну я уже говорил свое мнение, у меня складывается мнение, что это очень такой большой спектакль, хорошая многоходовка, которая призвана разрушить некоторые связи, которые были скрыты, завуалированы тайной, а сегодня становятся явными. Ну, например, как с Египтом. Посмотрим, посмотрим, кто получит наибольшую выгоду от этого, как говорил Козьма Протков. Зри в корень, кому выгодно. Но пока я считаю, что выгодно именно Соединенным Штатам. Мы корректируем планы. Ну, в принципе, это не отменяет контрнаступление, но планы мы корректируем. Но поставки вооружений, это все всплывает. Кто кому, чего и сколько хотел поставить, когда поставить и зачем поставить это вооружение. Ну, и вот следующая же новость, как раз сразу про Египет. Что союзник Соединенных Штатов, а Египет перешел в 73-м году, был разрыв типа отношений с Советским Союзом. И Египет перешел практически под крыло Соединенных Штатов с того времени. И является таким, я бы сказал, союзником Соединенных Штатов. Так вот, в Египте, как пишет Washington Post, в секретных этих документах было указано, что президент Египта собирался в ближайшее время изготовить 40 тысяч ракет. К сожалению, не указывается, какого типа и каких ракет, которые затем должны были быть тайно переправлены в Российскую Федерацию. Сообщает издание. Часть секретного документа также раскрывает планы Египта по обеспечению российской армии снарядами и порохом. Пороха и взрывчатые вещества в России это на сегодняшний день проблема для производства боеприпасов. Вот такой вот оказался Египет, союзник Соединенных Штатов. Но думаю, после этой публикации теперь будут оправдываться египетское руководство. И, естественно, этот контракт выполняться не будет. Это такой маленький штрих к большому скандалу. Я бы так это назвал. Вот. Далее издание «Политика» опять не оставляет тему Ленд-Лиза. Все вот они пытаются ее поднять на горах, хотя уже было много разъяснений. Мы уже разобрались досконально с вами в плане того, что такое Ленд-Лиз, для чего он предназначен. Джо Байден неоднократно объяснил, почему его нет. Но, тем не менее, кстати, больше республиканцам, трампистам даже, я так бы сказал, приверженцам Дональда Трампа, все никак не имется, почему до сих пор не работает Ленд-Лиз. Так вот, поставки оружия по Ленд-Лизу до сих пор не начались, пишет издание «Политика». Среди причин нежелания США накладывать на Украину денежные обязательства и двухпартийного одобрения поддержки ВСУ, вооруженных сил Украины. Вот это одна из главных. И тут же цитата Джо Байдена, которая гласит «Мы отдаем приоритет помощи в области безопасности, за которую им не придется нам платить», заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Чиновник, не Байден, это не Байден, это цитата, это одного из чиновников. Но Байден говорил то же самое, что эта помощь, она безвозмездна и возвращать ее не надо будет. Все, что в вооружении сохранится на конец войны, после нашей победы, оно все останется в составе вооруженных сил Украины. Ну и опять же всплывает тема передачи нам самолетов, западных самолетов. Уже много говорено про это. У меня мнение, я остаюсь при своем мнении. Кстати, вот эта новость, которую сейчас вам оглашу, она меня укрепляет в том, что авиацию дадут, дадут перед самым контрнаступлением. Возможно, сейчас, если контрнаступление будет чуть-чуть отложено, то, естественно, и передача авиации будет отложена. Но смысл вот в чем. Газета Лефигера со ссылкой на слова министра обороны Дании пишет, что решение Запада о передаче Украине боевых самолетов может быть принято до лета. До лета. А мы как раз до лета собираемся начать контрнаступление. Так вот, по словам министра обороны Дании, это может произойти после поставок МиГ-29 поляками и словаками. То есть, когда мы сначала получим 33 этих машины, которые нам обещали, Дания не собирается это делать наедине. То есть, одна. Нам придется делать это вместе с несколькими странами. Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе, заявил министр обороны Дании, намекая на перспективу сделать это к лету. Но в любом случае, он еще добавил, что нам придется решать этот вопрос Соединенными Штатами, потому что F-16, которые есть, допустим, в Дании, они все равно правообладатель, для передачи их третьим лицам нужно разрешение правообладателя. А таким являются Соединенные Штаты Америки или компания из Соединенных Штатов Америки, которая их производит. Так что, вот такая вот тема, тема передачи авиации, никак она не сходит с повестки дня. Ну, есть уже такой интересный момент, то Денис Шмыгаль, наш премьер-министр, сейчас у него визит в Канаду. И там самолет, на котором он вылетал, был на фюзеляже, нарисован был истребитель. Истребитель, по-моему, F-16. Тонкий намек на, как говорится, на толстые обстоятельства. Венгрия не перестает удивлять. Ну, как было заявлено, министр иностранных дел Венгрии прибыл в Москву, и они решают там целый ряд вопросов. Дополнительные объемы газа, дополнительные объемы нефти. Кстати, тот газ, который идет по долгосрочному контракту, прокачивается через нашу трубу. А вот дополнительные объемы газа будут прокачиваться Российской Федерацией через турецкий поток. Но, Соединенные Штаты отреагировали на такой демарш Венгрии. Фактически, это демарш. В плане того, что, ну, парадоксально, Венгрия голосует за все пакеты санкций, в том числе и за пакет санкций, который ограничивает поставки российского газа на европейский рынок. И тут Венгрия едет и просит дополнительные объемы газа у России и дополнительные объемы нефти. И говорит, что российская нефть и газ должны бесперебойно заходить в Венгрию и поставляться от Российской Федерации. Вот. То есть, такое вот. Что сделали Соединенные Штаты? Соединенные Штаты приняли решение, чтобы ввести санкции против влиятельных лиц Венгрии. Что имеется в виду влиятельные лица, я думаю, что это может включать и в часть политического истеблишмента или крупного бизнеса Венгрии. Утверждается, что объявление о санкциях может прозвучать сегодня, 12 апреля, потому что на сегодня назначена пресс-конференция посла Соединенных Штатов Венгрии Дэвида Прессмана. Он сегодня должен выступить в Будапеште с пресс-конференцией, должен быть его брифинг. И считается, что на этом брифинге могут прозвучать санкции против влиятельных лиц самой Венгрии за вот такое демарш в плане заключения контрактов и покупки российских энергоносителей. Я думаю, что Соединенные Штаты сделают все, чтобы не допустить этого контракта. Почему? Потому что получается, что Венгрии можно, остальным нельзя. Это развалит всю стратегию Соединенных Штатов и Европы по санкционной политике против Российской Федерации в области энергоносителей. Так что посмотрим. Очень интересно, как будут развиваться события и как будут они происходить дальше. Ну и вишенкой на торте сегодня на посошок. Это новость из Крыма, из нашего родного украинского Крыма. В Крыму Гауляйтер, местный назначенный Россией в оккупационном Крыму, заявил о том, что в Крыму отменяется демонстрация 1 мая, парад 9 мая и шествие бессмертного полка. Ну пока что они говорят о том, что это в целях из соображений безопасности отменяется. Ну а я думаю, что это тот же Демарш, потому что ранее заявили в Курске и в Белгороде тоже, что в целях безопасности у них отменяются праздничные мероприятия, парад. Особенно парад победы, ну естественно и шествие этого бессмертного полка, победобесия Российской Федерации отменилось в Курске и в Белгороде. Что-то задержался Ростов, как-то так отстает от вот этих двух. И Брянск как-то так тоже отстает. Ну подождем, время еще есть на отмену праздничных мероприятий на 1 и на 9 мая. Ну вот такой вот Демарш. Хотя в Крыму им уже пора, наверное, паковать чемоданы. Судя по той ситуации, которая складывается на фронтах, я имею ввиду в оперативно-стратегическом плане, не в тактическом. В тактическом она очень тяжелая. Мы ведем оборонительную операцию. И даже на некоторых участках противник имеет частичный успех. Но в оперативно-стратегическом плане мы движемся к масштабному контрнаступлению. Оно неизбежно, оно все равно будет. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны за последние сутки. Редактор субтитров А.Семкин